Вообще, удастся мне уложиться в 30 минут? Ну, а теперь загружаю посудомойку, переезжаю в следующую комнату. Привет, дорогие друзья! Сегодня меня ждет быстрая уборка. Буквально 30 минут у меня есть. Я прям даже засеку на телефоне и покажу, как я это делаю. Быстренько. Так как дом у меня большой, естественно, я не буду убирать в каждой комнате. Что мне нужно сделать, так это создать видимость, что везде убрано и везде порядок. Как я это буду делать? Давайте я вам покажу, с чего мы начинаем. Какие у нас исходники? Начну убирать я с кухни, поэтому и покажу вам, что у меня сейчас происходит на кухне. После завтрака остались доски разделочные, какие-то там бутылочки, также следы на плите подготовки, крошки на некоторых поверхностях. Полотенчик валяется, лимон там лежит одинокий. Отсюда все нужно, что высохло, убрать. Здесь нужно помыть, посудомойку разгрузить и снова загрузить. Далее перемещаемся в прачечную. Здесь есть стопка сложенных вещей. Обычно еще я выгружаю отсюда вещи из сушильной машины и складываю их и загружаю в стиральную машинку. Но посмотрим, может быть, сегодня загружу, но в сушилке ничего нет. Вот тут какие-то тряпочки лежат, здесь полотенчиком. А с этой стороны у меня висят пижамы, которые нужно повесить на вешалку и убрать в шкаф. А также здесь еще есть дровишки, которые для той бани, но их нужно вынести на улицу. Следующая зона – это зал, диван. Здесь тоже нужно взбить подушки, убрать какая-то шерсть, если осталось от лежания кошек на диване. Подровнять немножко пледики. В общем, здесь все убрать, что лежит не так. В офисе тоже какие-то бумаги, какие-то документы лежат на столе. И последняя зона – это прихожая. Убрать куртки и убрать вот эту вот зону, которая у нас находится прямо при входе в дом. Ну, на самом деле, это моя ежедневная уборка, то, что я, в принципе, делаю каждый день. Примерно так. И я никогда не засекала время, сколько на это я трачу. Поэтому посмотрим сегодня, вообще, удастся мне ложиться в 30 минут или нет. Засекаю время. Итак, у меня готов таймер. Я сейчас нажму старт и буду нажимать на паузу только для того, чтобы переставить камеру. Потому что, конечно, это занимает время. Итак, поехали. Начинаю я с того, что разбираю посудомойку. Ну, а теперь загружаю посудомойку новыми приборами. Некоторое, что у меня лежит в раковине, нельзя мыть в посудомойке. И это я буду мыть вручную. Кстати, бокалы я тоже кладу в посудомойку. Главное, чтобы они друг с другом не соприкасались, и вообще ни с чем не соприкасались. Тогда они не разобьются. Продолжение следует... Теперь начинаю чистить поверхности. Полотенчика отправляется... Им смахиваю все, если какой-то ссор на столе, и оно отправляется в стирку. Протираю плиту специальным средством. В нем содержится нашатырь. Это специально для таких стеклянных плит. И оно не оставляет разводов. Но им нужно протирать уже в самом конце, когда весь жир убран. Только тогда оно хорошо действует. Продолжение следует... Продолжение следует... Также обязательно протираю вокруг раковины и вот сами вот эти вот металлические поверхности от всех подтеков, потому что если на ней остаются капли, то сразу продается неаккуратный вид кухни. Здесь на окна постоянно попадают брызги воды, поэтому сейчас я это тоже помою. Итак, вот таймер. Переезжаю в следующую комнату. Поехали дальше. Начинаю сортировать белье, чтобы отправить это в стирку. Я стираю отдельно черное, отдельно белое. Цветное примерно тоже смотрю, сортирую то, что не линяет. Стираю вместе и еще у меня есть иногда бывает пачка того, что можно стирать только вручную. Теперь у меня есть еще специальный мешочек, в который я складываю деликатное белье. У меня маленькие штучки. Смотрю, если у меня есть какие-то пятна на вещах, ванишем все сбрызгиваю. И все это я стираю цветное на 30 градусах, а белое на 60 всегда. Так, теперь нужно все чистое разнести по местам. Все взять, еще и камеру не забыть. Все, поехали дальше. Далее все раскладываю. У меня остается 15 минут. Поправляемся в зал. Кстати, чтобы подушки хорошо смотрелись на диване, они обязательно должны быть перьевыми. Если там внутри синтетическая ткань, то, скорее всего, они будут выглядеть такими ненаполненными, как тряпочки. Также мы здесь стояли напитки на столе, и я вижу, что остались пятна. Это я сейчас тоже протру. Теперь коридор. Начну с того, что уберу все вот с этой полки. Так как у нас в прихожей нет шкафа, вот такая открытая полка. Хотя я бы советовала, на самом деле, делать закрытую, чтобы избежать вот этого всего. Поэтому я все это храню в другом месте. И здесь только конкретно вот пару вещей висит, тогда хорошо смотрится. Ну что, к этому времени здесь все подсохло. И убираю в шкафчике. Теперь мою раковину. Я это делаю меламиновой губкой. Лимончик. Чуть не забыла, бедный несчастный. Да, кстати, еще протираю дверцу холодильника. Он у нас из нержавеющей стали, и это постоянно заляпывается, даже если прикасаться чистыми руками. На обычную уборку на кухне я делаю с самого утра, до того, как робот-пылесос начнет здесь ездить. Сегодня я это сделала позже, поэтому вот именно кухню я пропылесошу сама. Все, что было на столе, я просто смахивала на пол. Дровички забыла на улице, но это быстро. Ага, Декстер, ты уже бежишь на улицу хочешь, да? Фух, ну что? Что тут у нас со временем? У меня вообще осталось еще две с половиной минуты. Ну, за эти две с половиной минуты я пойду еще и поменяю кошачьи горшки. Это я уж вам показывать не буду. Наверное, не очень это не самое приятное зрелище, придется блюрить все равно. Но я привыкла, любовь она такая. В общем, вот за 30 минут дома стало чисто, убрано. По крайней мере, вот этого вот визуального шума никакого нет. Подушки ровненько стоят, на кухне нет никакой посуды, столы чистые и блестят. В прихожей тоже чисто, поэтому все, что остается для чистого дома, это просто поддерживать эту чистоту и порядок. Даже если все вещи сразу кладутся на место, все равно есть в каждом доме такие моменты, которые нужно подправить. Взбить подушечки, подправить там, как стулья стоят, чтобы они аккуратно, ровно стояли. Или еще какие-то мелочи у каждого дома разные свои. И как только это сделаешь, сразу кажется, сразу чистота и порядок, сразу глазу приятно. В общем, надеюсь, такая коротенькая мотивация, быстрая уборка дома вам понравилась. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал. И с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»